Вы меня все держали и не пускали! Они за стойки! Сегодня утром мирную жизнь садового товарищества «Остров» нарушила работа техники. 12 дачных участков в прямом смысле сравняли с землей. Остановить снос владельцы смогли, только рискуя собственными жизнями. Под гусеницей, просто на гусенице сверху я прыгнула, и он меня немножко протащил, но остановился. Соседи по несчастью вызвали Наталье скорую. Досталось и адвокату дачников, хотя еще накануне ничего не предвещало беды. Мы разговаривали с начальником строительства. Он нам дал обещание, что на территорию нашего общества никто не войдет, пока у нас находятся дела в суде. Суд должен состояться в конце сентября. Садоводы планировали собрать урожай и вывезти вещи. Сегодня же они приехали на разрушенные участки. Ситуация стала сюрпризом даже для генерального заказчика строительства. Вся ситуация, которая сегодня сложилась на данной территории, мы можем считать, что это превышение своих полномочий генеральным подрядчикам. Я думаю, что компетентные органы разберутся. Дача на улице Песочной не единственная жертва во имя будущего стадиона. Через дом Леонида Иоффи скоро протянут второстепенную дорогу к спортивной арене. Вопрос с переселением семьи решался несколько месяцев. Сложность в том, что дом на Песочной полностью оборудован для Виталия, инвалида детства. Ну не можем мы взять, вот вам квартиры, переселяйтесь, допустим, все условия даже создадут. Мы не можем этого сделать. Долгие споры с властями закончились компромиссом. Семья Иоффи будет жить в новом доме. Правда, он сейчас только строится. А переехать надо уже через две недели. И все это ради Мундиаля. А в других городах строительство стадионов для чемпионата мира уже идет. В Калининграде на площадку для будущей футбольной арены завезли около двух миллионов тонн песка и щебня. На днях строители начали забивать сваи. Всего их понадобится 12,5 тысяч. И к 2017 году на острове должен вырасти стадион. Забивать сваи начали еще до подписания госконтракта. Стоимость работ пока не утверждена. Проект завершен и он находится на согласовании по стоимости. Сроки очень сжаты. Существует ряд конструктивных вопросов. В течение месяца пройдет экспертиза. Рассчитываем, что в конце октября, начале ноября будет подписан государственный контракт на строительство стадиона. Угроз по срокам нет. Будущий стадион сможет вместить более 35 тысяч зрителей. Остров Октябрьский, который раньше был окраиной города, должен преобразиться. Здесь появятся мосты, дороги и рельсы, а также все коммуникации. И все это уже через тысячу и один день. Пока же гораздо более заметна подготовка к празднованию события. Уже в пятницу на острове Канта дадут обратный отчет до старта чемпионата мира. На сцену поднимутся первые лица области и города. И посолка Ленинграда на Мундиале – синхронистка Наталья Ищенко. Вот только на улице Песочной праздник отмечать не собираются. Ольга Федорова, Михаил Эльбаум, Служба новостей, город.